Что случилось? По какому поводу вас вызвали? Пожар. По адресу данного пожара. А уточните, какой адрес? По данным местам здесь. А причина возгорания известна? Предположительно, возможно. Щеток загорелся. В самом помещении или в подвале? Нет, в парадной. То есть это жилой дом, правильно я понимаю? На сейчас пожар устранен? Причина возгорания локализован? Устранен, конечно, нормально. Пострадавших нет. Мы находимся на улице Баганана Хмельницкого, дом 3, возле магазина «Венеция». По предварительным данным произошло возгорание в подвале, который находится под Венецией, под жилым домом. Мы совместными усилиями с народным депутатом Украины Владимиром Солером и жильцами, которые находились во дворе дома, которые проживают здесь, моя тетя здесь проживает, мы совместно ликвидировали источник возгорания. В последующем подключилась группа МЧС, ребята сработали очень хорошо, профессионально, они залили, и сейчас мы просто разбираемся с этим вопросом. Но проблема в чем? Отключено водоснабжение, отключена электроэнергия, у людей находятся продукты питания, мы хотели бы, чтобы власти своевременно среагировали и, соответственно, максимально короткие сроки состранили причины отсутствия водоснабжения и отсутствия электроснабжения. Предварительная причина возгорания – это замыкание электропроводки. В каком районе сейчас устанавливает эксперт, мы получим официальный акт и после этого только сможем разобраться до конца, почему так произошло. Несправная проводка, несовременное обслуживание и прочее, прочее, прочее. Или самоделка, например, какая-то. Почему вы не думали, что жек на кире приехал? Ну, представители водоканала не приехали, представители электросетей тоже не приехали, в принципе, хотя существовала реальная угроза. И благодаря активным усилиям всей общественности и сотрудникам МЧС нам удалось предотвратить глобальный пожар, потому что этот дом является памятником архитектуры. И, соответственно, деревянные перекрытия, дранка и прочее, прочее, прочее. Это влага, что все активно взялись и мы совместно этот пожар рекомендировали. Есть ли пострадавшие? Пострадавших никого нет. Единственное, что люди подвергались реальной опасности, потому что дырела проводка, которая находилась под напряжением. И, соответственно, было определенное задымление, но благополучно все обошлось. Причем приехали працанники полиции, которые забезпечили охранного межского порядка и помогли участникам в течение пожар. А скажите, пожалуйста, приблизительно, в какое время возгорание началось? Ну, в 30 копейками, точно не скажу, потому что в самом момент возгорания я находился в квартире, меня уже позвали, когда было полное задымление. Начало четвертого где-то, да? Да, начало четвертого.